Библейский портал экзегет.ру представляет Книга пророка Даниила, 4 глава, читаем для библейского портала экзегет, перевод так называемый заокский или современный русский перевод. Автор его вот здесь в издании не указан, я не буду гадать. Ну, начнем даже с конца третьей главы, потому что здесь Навуходоносор, Вавилонский царничьмент, говорит в первом лице. Это его послание. «О царя Навуходоносора, всем народам, племенам и языкам по всей земле, мира вам и благоденствия. Угодно мне возвестить вам о знамениях и чудесах, которые совершил в моей жизни Всевышний Бог, сколь величественны его знамения, сколь могущественны его чудеса. Царство его, царство вечное, владычество его из рода в род». Сюжет книги Даниила — это «Бог и империя». Бог, служащий ему людям, и могучая империя, которая Бога не признает, признает свою власть. И как она смирится перед Богом или не смирится, или это будут истории, которые имеют свои какие-то разные повороты. Итак, четвертая глава. «Я Навуходоносор от первого лица», смотрите, то есть здесь важно услышать и его голос, голос самой этой империи, олицетворенной в царе Навуходоносоре. «Я Навуходоносор был спокойно в своем доме и благоденствовал во дворце своем. Но увидел я сон, и мной овладел страх. Вот единственное, чего царю такой могущественной империи можно опасаться — его внутренние сны. То, что снаружи кто-то нападет, он не боится, а вот что-то в нем смутит его. «Видения, прошедшие пред моим взором и мысли, вызванные ими, лишили меня покоя на ложе моем. Приказал я привезти ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они истолковали мой сон. Когда маги, заклинатели, звездочеты и предсказатели предстали предо мной, рассказал я им сон, но никто не смог истолковать его. Пока не появился предо мной Даниил, которого по имени моего бога называют Белташатсаром. Это второе имя, полученное в Вавилонии. Соответственно, Даниил — это о едином боге, а Белташатсар — о боге по имени Белл. Вот имена носят уже такой элемент поклонения. И был в нем дух святого бога. Поведал я ему мой сон. Белташатсар, глава магов, так он его назначил, сказал, «Я известно мне, что в тебе дух святого бога, и потому нет для тебя непослижимых тайн. Выслушай, что я видел во сне, и скажи мне, что это значит». Обратим внимание, что во второй главе как раз царь велит своим магам и волшебникам рассказать ему, что он видел. И только Даниил это может. Он как бы проверил Даниила, убедился, да, работает. И теперь он уже может не проверять его лишний раз и сам рассказывает ему сон. «Вот какое видение мне явилось, когда спал я на своем ложе. Вижу посреди земли превысокое дерево, выросло то дерево окрепло, его вершина достигла неба. Видно его было со всех концов земли, пышной была его крона. Плодов на нем было много, и все питались ими. Укрывались тени его дикие звери, гнездили в ветвях небесные птицы, и все живое питалось от того древа». Такое мировое древо мифологии очень во многих сказаниях есть. Это великое древо, на котором весь мир держится. «И увидел я во сне, сошел с неба пред моим взором, страж святой и громко возвестил». То есть некий божественный ангел, вот некая такая сила, не отмирная. «И громко возвестил, срубите это дерево, отсеките все его ветви, листву его оборвите, плоды разбросайте, пусть звери из-под него разбегутся, и птицы с ветвей разлетятся. Но пени корни его в земле, оставьте средь травы на лугу, в железо и медь закованными». То есть есть надежда, что что-то еще из этого пня вырастет. «Мокнуть ему от росы небесной, жить ему с животными, питаясь травой, лишиться он разума человечего, получит взамен разум звериной, и так пройдет семь лет». Этот приговор вынесли стражи небесные, решение отобъявили святые, чтобы все живущие знали, что власть над царством человеческим в руках Всевышнего, кому он пожелает, тому и отдаст его, и ничтожнейшего из смертных вознести может. «Вот какой сон видел я, царь Навуходоносора, а теперь ты, болтыша цар, истолкуй его». «И хотя ни один мудрец моего царства не смог объяснить мне его значение, но ты сможешь, потому что в тебе дух святого Бога». Ну вот, понятно, да, империя признала, что в Данииле есть эта сила. Вот эта книга Даниила, она про империю и Бога. «Даниил, называемый Болтыша царом, услышав это, был глубоко встревожен своими мыслями и долго не мог прийти в себя. Но царь сказал ему, Болтыша цар, да не страшит тебя ни этот сон, ни его толкование». Болтыша цар ответил ему так. «Так, государь мой, этот бы сон до твоим ненавистникам, и его толкование твоим врагам. Дерево, которое ты видел, огромное и крепкое, высотою до неба, видимое со всех концов земли, с пышной кроной, обилием плодов, пищу для всех, дерево, под сенью которого укрывались дикие звери, а в ветвях не сделись небесные птицы. Это ты, о царь». Вот истолкование сна всегда начинается с восхвалений в адрес царя. Ну а как с царем еще разговаривать? Помните колосс на глинах ногах во второй главе? В главе тоже золотая голова, это, собственно, царь. «Ты стал могучим и сильным, величие твое достигло небес, а владычество простерлось до краев земли. Видел ты, царь-стража, святого, сходящего с небес, который сказал, срубите это дерево, уничтожьте его, но пени корни его оставьте в земле, среди травы луговой, в железо иметь закованными. Мокнуть ему от росы небесной с животными, жить, питаясь травой, пока не минует семь лет». Ну вот, печальная история. С тобой будет что-то плохое, царь. «И вот о царе-столковании. Так решил Всевышний участь царя моего, властелина. Быть тебе отлученным от общества людского, жить среди диких животных, питаться травой, как скоту, и мокнуть от росы небесной. Пройдут так семь лет, пока ты не познаешь, что власть над царством человеческим в руках Всевышнего. Кому он пожелает, тому и даст его. А поскольку было сказано оставить и пени корни дерева, то твое царство за тобой останется и будет возвращено, как только ты признаешь, что все во власти неба. Поэтому, царь, да будет угоден тебе мой совет. Твори благие дела, чтобы порваться грехом, и являй милосердие к бедным, чтобы положить конец беззакониям. Тогда, может быть, продлиться твое благополучие». То есть, ты, царь, в общем, считаешь себя самым крутым. Ну, будешь в скотском состоянии семь лет жить, чтобы ты понял, что не ты. Очень краткое истолкование. Как отреагировал царь? Он не отрубил Данилу голову, а мог бы. Но, кажется, и не изменил своего поведения. Просто потому, что вот уже есть логика этой могучей, кровавой, жестокой, довольно бесстыдной власти вавилонской. Да, то есть, да и не только вавилонской. То есть, я уже что творю, то и творю. Заднего хода у меня нету. Ну, может, как-нибудь обойдется. Не обошлось. Все так и случилось с царем Новохадоносором. Прошло 12 месяцев. То есть, не сразу был дан срок для какого-то изменения его поведения. Ну, не изменилось. Однажды, прохаживаясь по террасе, что на крыше царского дворца в Вавилоне, а на крышах плоских очень часто прогуливались, особенно там под вечер, когда жара спадает, царь воскрикнул, вот он, великий Вавилон, силой власти моей, воздвигнутый град престольный, не он ли слава моя и гордость моя? То есть, Вавилон — это я. Государство — это я, как сказал Наполеон. Не успел он договорить этих слов, как с неба раздался голос. Вот тебе приговор, царь Новохадоносор, царства своего ты лишаешься, быть себе отлученным от общества людского, жить среди диких животных, питаться травой, как скоту, мокнуть от росы небесной. Пройдут так семь лет, и ты познаешь, что власть над царством человеческим в руках Всевышнего. Кому он пожелает, тому и даст его. Ну, то есть, понятно, человек, который ставит себя над другими людьми, становится под другими людьми. Он становится просто наименее человечным, вот, в силу своего внутреннего выбора, и он лишается остатков человечности уже в силу приговора от Бога. И тотчас приговор над Новохадоносором свершился. Отлучен он был от общества людского. Пришлось ему, как скоту, питаться травой, мокнуть от росы небесной. Волосы его отросли и стали походить на перья орла, а ногти на когти птицы. Вот очень часто эти могущественные империи берут в свою геральдику всяких диких зверей, там, львов, орлов и так далее. И вот это же зверское такое начало в человеке. И вот зверским он становится. Видимо, речь идет о некоем сумасшествии, что вот он перестал себя вести как человек, стал себя ощущать этим диким зверем, а действительно там где-то вот он гулял по лесам и лугам, сошел с ума. «Прошло семь лет, возвел я Новохадоносор в глаза к небу, и ко мне вернулся мой разум». То есть вот эти семь лет попытки жить по-звериному. «И благословил я Всевышнего, прославил и восхвалил вечно живущего, и во владычество, владычество вечное, царство его из рода в род. Все живущие на земле с их силой и мудростью ничто. По воле своей распоряжается он воинством небесным и жителями земли. Никому не отвести от себя его руку, никто не посмеет спросить у него, что ты делаешь. Тогда мой разум ко мне вернулся, обрел я вновь царскую славу, прежнее достоинство и величие. Мои советники и сановники меня признали. Я был вновь утвержден на своем престоле, и могущество мое еще более возросло, и ныне Янову Ходоносра славлю, превозношу и возвеличиваю Бога Царя Небесного. Все, что он делает, справедливо и верно, и гордых он силен смирить». А было ли это историческим фактом? Мы не знаем. Но, во-первых, если царь сошел с ума, вряд ли это будет в дворцовых хрониках отражено. Есть некие намеки, что, может быть, нечто похожее происходило, но точно мы не знаем. Но в символическом плане идея понятна. Империя, которая стремится утвердиться в жестокости, в самодурстве, в таком вот зверином стиле, она в конечном итоге утрачивает человечность. И только обращение к Богу эту империю восстанавливает, причем восстанавливает даже в еще более славном качестве, чем прежде. Хотя и это не навсегда. С Навуходоносором мы на этом завершили. А в пятой главе появится его потомок. И, соответственно, мы прочитаем, что произошло с ним.